Рачительный хозяин Что на Украину отправляют инструкторов из США, из Канады, из других стран, о которых мы мало что знаем, просто потом результат деятельности этих инструкторов мы иногда видим в отчетах ФСБ по территории Российской Федерации, в том числе вот недавно задержали пять экстремистов-террористов, отнюдь не крымских татар, на территории Крымского полуострова. Что нас ждет, если мы не предпримем решительных действий? Что может случиться, если ворота России для украинцев будут открыты, потому что там все хуже? А вместе с гастарбайтерами, вместе с беженцами зайдут, если не сотни, то десятки тысяч подготовленных специалистов, которые готовятся сейчас на разных украинских базах канадскими и другими учителями-диверсантами. С этим вопросом я отправляюсь к Алексею Валерьевичу Журавко. Валерьевич, приветствую, тебе слово. Приветствую вас. Ты понимаешь, ты действительно прав, что американцы денег не жалеют, но не умеют их считать, и они должны свои плоды приносить. Какие они будут плоды? Кровавые, горькие, беда, трагедия будет. Чья-то смерть будет унесена в мир иной. Им наплевать. Они поставили цель, они прописали план, и независимо от ситуации, которая происходит в Америке, в Европе, ну как говорится, деньги запаха не имеют, да, но станок зато работает. Вот вопрос, на какие вещи? Так вот, Украина продолжает сегодня готовить на вот эти грязные, пакостные вещи. Конечно же, я как украинец, повторяюсь, говорю огромное спасибо человеческое работникам ФСБ, которые все-таки устранили эту подготовку к теракту, и не допустили сотни, чтобы были пострадавшие люди от этого теракта. Упаси Бог. Просто понимаешь, меня добивают, что эти украинцы, так называемые в кавычках, я не говорю за весь народ, не понимают, что от этой бомбы, которая, не дай Бог, взорвалась, могли бы пострадать и их дети, или их родственники, или мамы, папы. А в Крыму большая часть живет родственников, будем говорить так. И это ж реально, мы тесно узами стянуты, да, семейными. А самое главное, что эта зараза может проникнуть и вглубь России. А ведь дебилов, украфашистов, которые под видом работы, под видом еще чего-то, очень много. Но американцы выделяют, не жалеют бабосики зеленые свои для того, чтобы сегодня творить это страшное дело. Вот и все. Не закончится это все. Там тренировки продолжатся. Украина агрессивно настраивается. Они же не скрывают нигде телевизионных своих ток-шоу, они не вот так уже здесь стоят. Когда пропагандируют терроризм, то один какой-то политолог выскажет, что надо взорвать Крымский мост, диверсии проводить. Один придурок Корчинский договорился, надо взорвать ГРЭС, ну нашу электростанцию на воде, которая работает, да. То есть они не понимают последствий. Булькнул и все. А нож уже летает в воздухе. Вот мы можем получить большую беду. Поэтому к этому надо относиться очень серьезно. И люди должны быть бдительные и в Крыму, и не только в Крыму. Потому что мы должны думать за своих детей, близких и родственников. Алексей Валерьевич, ну вот если с исламским террором нам справляться несколько проще, просто потому что эти ребята отличные от нас. Они там ходят, тут бреют, тут не бреют. Видно, идет человек, который молится в мечети, да. То есть вот уже какая-то маленькая настороженность. А когда тебе на встречу попадаются голубоглазые блондины, не гэкающие, отлично говорящие по-русски. Это люди, которые из Малороссии, из Новороссии. Те, кто стал русофобом-бандеровцем. Воспитанные вот так вот. Эти молодежь, подростки, которых сейчас готовят. И вот этих ребят будут спокойно отправлять, легендировать. И они будут ехать в Россию, укрепляться где-то. Кто-то там будет заносить деньги ФМСникам. Они будут получать гражданство и будут сидеть, ждать своего часа. А потом может произойти то, к чему призывает депутат вот этого вот Тернопольского горсовета. Который говорит, а давайте вот с обедненным ураном грязные бомбы. Будапешт, Москва, Санкт-Петербург. Ну, это, конечно, за НАТО. Но дело-то в том, что сейчас вполне могут начать устраивать такие диверсии в разных точках страны русскоязычные, русскоговорящие люди с гражданством Российской Федерации. Ведь в Краму эти законсервированные, получившие российское гражданство, сидели 6 лет ровно на попе и готовились. Их в последний момент ФСБ перехватило. А сколько таких может быть законсервированных по территории всей России, с кем ведется работа, кого обрабатывают в информационном, через тот же ВКонтакте. И вот из этих людей может быть такая разветвленная сеть, что Россия вздрогнет в один момент. И чтобы этого не происходило, необходимо, наверное, в сердцевину сначала выжечь. То есть, на территории Украины не должно остаться этих центров подготовки, центров информационного зомбирования населения. Понимаешь, везде, так называем, будем говорить, так обходятся и приходятся в жизни такие понятия, как профилактика. Профилактика должна везде быть. Особенно на территории России, да, это я как понимаю. Каждый специалист должен заниматься своим делом, да. Я же не силовик и многие вещи, допустим, не допонимаю, что-то интуитивно понимаю. И в этом вырабатывается определенная работа. То, что касается Украины, да, это большой нарыв будет Украина. И необходимо не только проводить профилактическую работу на территории Украины. Но надо и получать информацию, что же там происходит, дабы, ну, будем говорить, уйти от такой страшной трагедии, да, как терроризм. Ну, и надо не забывать, что Россия уже, ну, без определенного, будем говорить, вмешательства не прямого, а будем говорить, ну, как правильно сказать, через своих работать для того, чтобы выявлять и все-таки давать туда информацию, что не надо этого делать. Иначе это все плохо закончится не только для самой страны, но и для вас. Поэтому, как бы, естественно, уже надо своего рода вмешиваться в эту проблематику. Она уже есть. И уже от этого никуда не деться. Понимаешь, механизм террора запущен уже давным-давно в Украине. И там этому обучают, ремеслу страшному. И тоже от этого не денешься. Второе. Ну, как на сегодняшний день можно говорить, если это, будем говорить, упоминается на высших звеньях сегодняшней власти Украины? Как ее можно назвать? Террористическим хабом, потом террористы. И, будем говорить, не мусульмане, как ты там сказал, а уже сами украинцы становятся террористами, да? Ну, помнишь Карчинского заявления? Помнишь одного-второго? Мы вроде бы сегодня смеемся. Они, как бы, хайп ловят, как это называется, модно хайпуют. А потом в один прекрасный день, упаси Бог, может это страшное горе произойти. Вот и все. Поэтому надо всего лишь работать, быть всегда бдительным. Уже не получится по той, будем говорить, байке, когда, знаешь, овцы-овцы, овцы-овцы, а потом раз, и волки съели. Тут уже только бдительность. Тут уже байка не помогает, да? Ну, так примерно назвать, по смыслу. А уже все, бдительность, это на первом месте. И многое зависит от царраждан России, как они будут вести, какие они будут бдительны, как они будут помогать правоохранителям. Мы живем уже не в той ситуации. Это уже векторизма самый настоящий. И этот векторизма породил кто? Великий Америкон Гегемон. Вот и все. Да, Алексей Валерьевич, тут много вопросов возникает, но ответа нет на один вопрос. Как, не применяя калибры, искандеры и прочие страшные смертоносные вещи, принудить Украину к миру? Так, чтобы российские контрактники, срочники не десантировались в Киев, с самолетов там не спускались. Вот этот вопрос самый важный сегодня. Что необходимо делать нам, чтобы задушить эту цитадель терроризма, чтобы она пикнуть не смела, чтобы ни один канадский и американский инструктор не посмел ни в Явореве, ни на Пуке появиться и готовить не смел украинцев, малоросов к террористической деятельности? Понимаешь, можно о многом здесь говорить, но все начинается с малого, а заканчивается большим и серьезным делом. Не будет идеологии, не будет понимания, что мы должны работать и на той территории, то есть на моей территории, а я от своего государства не откажусь, как Украина. Да, потому что она разная была. И если мы работать со своими сверстниками, будем говорить, со своими братьями, не будем там работать, ничего не получится. Понимаешь, нужно работать. Что такое понятие «нужно работать»? Да я думаю, многие догадываются, о чем я говорю. Потому что просто бросать на самотек нельзя. Работа бывает разная. Работа бывает политическая, воспитательная работа, назовем так, диверсионно-политическая. Они же могут эти слова употреблять у себя на телеэкранах, да? Может быть, разъяснительное внутреннее. Это не только разъяснительное внутреннее. Это листовки те же самые. Надо возвращаться туда, распространять правду, потому что многое скрывается. И так далее, и так далее. Поэтому, если мы не будем работать, и каждый не будет работать со своими родственниками, объясняй, ничего не изменится. А все остальное другое. Зачистка нужна. Правильная партизанская зачистка. Я не призываю там убивать мирных граждан и все остальное. А именно вот этих шахидов, у кого на языке вот такая ситуация, когда говорит, надо взрывать там соседа, либо дом. Зачистка таких идиотов, нациков, дебилов, которые продали свою родину и призывают сегодня к войне. И постепенно выгребаться с этой ямы позорной, в которой мы оказались, как Украина, прислужниками и приспешниками, этим канадцам, американцам, европейцам, которые фактически провели эту страшную трагедию, как терроризм, на территории Украины. Вот и все. Алексей Валерьевич, спасибо вам огромное. На этом будем заканчивать наш сегодняшний эфир. И хочется надеяться, что ваши слова не только Богу в уши попадут, услышат, прислушаются, сделают выводы. Да и без нас с вами, в общем-то, те, кому положено, держат руку на пульсе и контролируют. Скорее мы с вами сейчас обсуждаем это для наших зрителей, для того, чтобы они понимали нависшую над нами, над всеми угрозу и были бдительны и аккуратны. Не дай Бог, что тут происходит. Сразу звонок туда, куда необходимо. Ну и, конечно же, чтобы они с пониманием относились к тому, почему в социальных сетях за посты начали кого-то привлекать к уголовной ответственности. Потому что за словом было дело. Вот они сначала говорят, а потом либо сами, либо те, кому они промыли мозги, начинают действовать. А это страшно. Поэтому террористы информационные должны сидеть, как и террористы реальные. Те, кто готовят взрывы или проводят террористические акты. Спасибо большое, Валерьевич. До встречи. До свидания. Итак, дорогие друзья, Алексей Журавка был гостем нашей программы. Ненадолго о вас покинемся, свернемся, продолжим. До встречи.